друзья всем привет с вами дмитрий тишанский основатель системы топ млм мы с вами продолжаем говорить о том как быть максимально эффективным сетевом бизнесе через интернет и сегодняшняя наша тема это планирование в этом видео мы с вами во первых поговорим о тех задачах о тех действиях которые вам необходимо выполнять каждый день для того чтобы ваш сетевой бизнес эффективно рос и во вторых мы с вами составим чек-лист как вам спланировать ваш день чтобы вы успевали максимум выполнить задач и чтобы у вас не было аврала вот если у вас такая ситуация что просто огромное количество задач на каждый день и вы постоянно загружены но при этом вы ничего не успеваете сделать это видео специально для вас блокноты ручка приветствуется я вам рекомендую все мои видео просматривать со средствами записи потому что в этом случае этот контент будет для вас максимально эффективен поэтому берите блокнот ручку включайте весь фокус внимание в монитор ставьте свой жирный лайк под этим видео и мы с вами переходим к основной части давайте для начала поговорим о том что нам необходимо как сетевикам делать каждый день для того чтобы наш бизнес эффективно рос с чем я сталкиваюсь при обучении предпринимателей и своей команде часто вижу что ребята допускают ошибку что они ничего не успевают по причине того что фокус делают не на том то есть первое что нам с вами необходимо сделать чтобы мы успевали выполнять те действия которые напрямую влияют на наш результат это правильно расставить приоритеты есть пять основных самых важных действий на каждый день который нужно делать эти веку обязательно их запишите первое действие это обучение самообучение я его иногда называю как потребление контента обозначают второе это контент давайте за контент маркетинг и обозначу да то есть это когда мы публикуем контент в разных форматах в разных ресурсах и так далее третье это продвижение продвижение можно называть как трафик неважно да самое главное нам важно понимать что нам нужно нужен постоянный прирост новой целевой аудитории четвертое это наши презентации презентации и пятое это работа с командой работа с командой самые важные самые такие коренные вещи здесь да давайте их подчеркнем красным самое важное номер один это презентации то есть смотрите это самый ключевой элемент в нашем бизнесе презентации можно встречи называть да не как бы разные форматы могут быть это и вебинары и живые встречи и встречи в зум один на один и трешки с куратором и какие-то даже воронки которые у вас может быть автоматизировано работают дают контента прогревают закрывают на сделку и так далее не важно мы я это все обозначаю словом презентации и это ключевой элемент в нашем с вами бизнесе то есть если мы презентации не проводим презентации нет денег тоже нет поэтому вот это ключевой момент вот эти моменты вот эти вот три это три действия которые нам дают презентации да то есть вот это вот основа презентации вот это три действия 3 предшествующих шага следствием которых является презентации и после презентации как следствие у нас появляется в какой-то момент команда и нам тоже нужно с ней работать поэтому два самых важных шага это проведение презентации и работа с командой потому что если мы только проводим презентации с командой не работаем у нас глубина не растет бизнеса у нас нет да мы не сетевик мы продавец перестали продавать деньги источник денег у нас прекратился если мы и сами да и второй момент что если мы в какой-то момент там построили первую линию 10 человек перестали проводить презентация начали только работать с командой тоже нашему бизнесу мягко говоря трындец приходит почему потому что прироста нет новой новых людей до новых партнеров команды это в свою очередь демотивирует людей нет личного примера как вы строите команду вы погружаетесь максимально сюда первую линию нужно расти постоянно поэтому эти две ноги два таких действий один и два самые важные на каждый день и мы про них сейчас тоже поговорим да то есть я зачем сейчас это рассказывал затем чтобы что вносить в план да вот нам мы с вами говорим планирование план на каждый день чтобы мы были максимально эффективными что уносить в план мы будем носить во первых вот этот элемент во вторых вот этот но у нас есть вот эти три элемента которые являются предшествующими то есть если мы их делать не будем то у нас не будет ни презентации не как следствие команду нас тоже не будет поэтому вот эти пять действий они очень важны самые ключевые из них 4 5 теперь по поводу планирования как я делаю кстати говоря я долгое время не мог научиться планировать и знаете я даже думал что наверное со мной что-то не так я подходил к другим ребятам которые уже умеют планировать да у которых это поставлено на рельсы выпытывал у них какие-то фишки я думал что ну наверное что то со мной не в порядке потому что у меня не получалось реально планировать но потом я нашел формулу при которой у меня сегодня эффективно получается планировать и вы знаете после того как я эту формулу внедрил у меня выросла эффективность бизнесе я с вами сейчас поделюсь что я делаю сегодня я просто составляю табличку прям у меня есть ежедневник это можно делать в электронном виде но я это делаю с ручкой в руках для меня это более эффективно вот у меня есть такой ежедневник я вам его покажу вот такой ежедневник здесь значит с датами ну и так далее да что я делаю что я делаю я разделяю каждый лист на три столбика вам рекомендую делал также раз два три и вот здесь вот значит да что это за столбики первое что у меня здесь находится первое что у меня здесь находится это задачи дальше я расшифрую что в каждом столбике у меня что я записываю но первый столбик у меня называется задачи второй столбик у меня называется встречи можно называть как презентации неважно встречи это называю сюда в том числе и вебинары и всякие другие моменты но можно назвать презентации можно встречи и третье это обучение обучение то есть самообучение потребление контента теперь что во встрече да и здесь у меня естественном ежедневнике тут у меня дата уже проставлено в ежедневнике да то есть если вы берете какую-то тетрадь обычно нужно проставить дату и здесь у меня время идет там начиная с 8 утра и далее у меня ежедневник так сделан если вы хотите 6 утра планирую делать из 6 как вам удобно то здесь время и дата соответственно указан давайте напишем сегодня 24 мая и здесь там время до идет там 800 900 и так далее что я пишу во встрече понятно если у меня какие-то переговоры назначаются если у меня какое-то мероприятие прямой эфир вебинар рекрутирующий что-то еще я ставлю причем это у меня ежедневник понятно дело того как бы есть даты проставлены и время уже наперед поэтому если я даже запланировал за две недели я просто открываю нужную страницу с нужной датой и во встречу в нужное время там например в 1800 да давайте здесь поставим 1800 я отсюда прописываю там например какой-нибудь зум эфир зум зум там по рекрутингу есть и вот таким образом у меня когда я с утра прихожу на свое рабочее место в свой кабинет открывая ежедневник у меня все встречи на сегодня прописаны если в процессе работы там с кем-то сегодня договариваться через пару часов созвониться я опять же фиксирую там пишу фамилию например этого человека я знаю что мне нужно с ним созвониться в зуме то есть вот это у меня прописано отдельным таким столбиком дальше по поводу обучения сюда я записываю все моменты когда я прохожу обучении то есть у меня там какие-то занятия идут в плане где я ученик да то есть я участвую в каких-то программах здесь я все фиксирую когда какой урок и так далее когда мне что нужно посмотреть если я пропускаю урок я знаю что я пропущу урок значит я себе ставлю когда там запись посмотреть до этого урока ну и так далее то есть вот этот вот столбик Обязательно я себе тоже прописываю. И смотрите, мы встречи и обучение с вами выписали сюда. Что у нас осталось? У нас с вами остался контент, у нас с вами осталась реклама и у нас с вами осталась работа с командой. Теперь, что из этих трех элементов вот сюда нужно записывать? В момент рекламы я очень рекомендую делегировать специалистам. То есть я за то всегда топлю, чтобы рекламу сами сетевики не настраивали. Почему я уже об этом говорил? И деньги сольете, и будете загружены на 100%, некогда будете заниматься вообще сетевым бизнесом. И что самое печальное, это не будет эффективной, скорее всего, реклама. То есть этим желательно, чтобы занимался отдельный человек. Поэтому у меня здесь по рекламе я ничего не прописываю. Единственное, я могу какие-то моменты, когда мне с таргетологом связаться нужно, что-то ему объяснить, по новой рекламной кампании с ним обговорить какие-то моменты и так далее. Что я сюда записываю? По поводу контента, кстати говоря, я тоже сюда не записываю, потому что я это держу в голове. Если вам сложно, пока что вы себе можете прям прописывать, да, когда там какой контент, где нужно опубликовать. Например, в инстаграм пост или прямой эфир в такое-то время поставить. Например, 9.00, да, прям вот так, инстаграм, там, лайв прописали себе, прямой эфир, все, можете тему прописать и так далее. То есть вы себе вот сюда прописываете. Это раз элемент. И второй важный элемент, это работа с командой. Да, то есть, когда там какие планерки я провожу, какое-то обучение для команды и так далее, я это тоже сюда прописываю. Ну и, конечно же, есть какие-то моменты второстепенные, какие-то задачи, которые к нам прилетают со стороны неожиданно. Я их тоже записываю вот сюда. Единственное, что я делаю, я важные задачи, но контент я не прописываю, я уже сказал, а вот важные задачи, например, там, работа с командой, я прописываю красным. У меня есть красная ручка специально. Вы можете просто подчеркивать, как-то выделять, как вам удобно. Да, ну, например, там, какой-нибудь урок для команды, да, я вот красным прописываю. То есть это важные, чтобы у меня это бросалось в глаза, потому что здесь различного приоритета задачи. Вот приоритетные задачи я выписываю красным. Вы можете их подчеркивать или как-то еще выделять. Другие задачи второстепенные я просто пишу. Там какая-то задача, там, я не знаю. Ну, все, что угодно может быть. Ну, вообще не важно, да, все, что вот сыпется на вас каждый день, попытайтесь просто распланировать. И смотрите, что я делаю. По обучению, это для меня приоритетная задача, одна из приоритетных. Я стараюсь это не пропускать. По поводу встреч, понятное дело, мы с вами сказали, это самый важный элемент, то же самое, я стараюсь не пропускать. По поводу вот этого столбика, красные, я стараюсь не пропускать максимально, да, это фокус, и если, когда у меня остается время, я смотрю, ага, какие у меня еще второстепенные задачи есть, я их постепенно решаю. Что, если я выполнил задачу? Если я ее выполнил, я вот так беру и зачеркиваю. Это прям кайф. И это дает, кстати говоря, уверенность в себе, когда ты видишь, вот знаете, некоторые думают, да, как-то я слабо двигаюсь. Но когда ты открываешь этот ежедневник, смотришь, что у тебя там за каждый день куча вычеркнутых моментов, смотришь, говоришь сам себе, красавчик, молодец, давай продолжай, не бросай, у тебя все получится и так далее. У меня сегодня с этим проблем нет, то есть я не думаю бросить бизнес, да. Но я знаю, что у многих новичков бывает чувство, что ты как будто буксуешь на месте. То есть ты погружен, 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 тебе кажется, ты вообще не двигаешься. И вот в эти моменты особенно важно будет заглянуть в свой ежедневник и посмотреть, а сколько ты встреч провел, да, вот смотрите, здесь сразу статистику можно отследить. Я иногда раньше как делал, я прям подбивал, сколько я встреч, там, например, 5 встреч в день смотрю, ага. Потом за неделю собирал статистику, а сколько я сделал, да. То же самое можно по-разному тут, по обучению посмотреть, сколько вы прошли и так далее. Но встреча такой фокусный элемент, поэтому на встрече особое внимание. И дальше можно конверсию как-то выделить, да, посчитать, сколько там провел за неделю, к примеру, за неделю 15 встреч провел, подключил там троих человек, высчитал конверсию свою и так далее. Да, то есть более удобно, как бы у вас появляются цифры в бизнесе, а цифры в бизнесе, они очень важны. То есть хаотично не получится построить бизнес, нужно, как бы, опираться на какие-то результаты, отслеживать статистику. Поэтому я делаю вот именно таким образом. В случае, если вдруг у меня не получилось, по моей причине, или там встречу человека решил перенести, урок какой-то перенесся, я просто договариваюсь о следующей встрече, либо сам себе отвечаю на вопрос, а когда я могу эту задачу выполнить, и просто переворачиваю там куда-то на какую-то дату, и в нужное время себе прописываю. Вот и все. То есть я переношу. И что в этом случае? Смотрите, если вы вот так делаете, нужно себя, кстати говоря, приучать к этому, потому что, ну, не сразу тоже получается. Нужно взять, купить ежедневник или расписать самому там даты, эти, время. Ну, мне удобнее покупать сразу готовые. И вот это все расчертить. Попробуйте хотя бы там недельку сделать так. Вот у нас сегодня понедельник, новая неделя началась. Вот эту неделю попробуйте вот так поработать. Вы, скорее всего, увидите. Вы по-другому на свой бизнес посмотрите, давайте так скажем. То есть вы увидите реальные цифры, вы увидите реальный объем, сколько вы делаете. Если вы увидите, что вы ни хрена не делаете, это тоже для вас будет звоночек. Что, друг, наверное, ты где-то что-то не делаешь. Наверное, нужно там, если вы обучение не проходите, у вас тут пусто, это вам минус. Нужно проходить обучение. Мы с вами говорили, это один из элементов. На каждый день нужно проходить обучение. Если у вас встреч нет, это вам минус. Поработайте над тремя шагами. Потребление контента, выдача контента и продвижение, чтобы у вас были встречи. Если вы делаете, но у вас нет работы с командой, это вам минус. Понимаете? И вы здесь можете расставлять приоритеты для того, чтобы эффективно работать. Для того, чтобы сделать свой день по-настоящему эффективным. Что я еще рекомендую? Я рекомендую на выходные дни тоже планировать. Давайте немножко поговорим про недельный теперь режим. То есть, что мы с вами сделали в этом видео уже? Мы с вами прописали 5 ключевых задач на каждый день, которые нужно делать. Каждому сетевику, если он хочет, чтобы его бизнес рос. Второе. Мы с вами прописали вот такую табличку. Как распланировать свой день для того, чтобы он был эффективным. Что касаемо в рамках недели. В рамках недели я, например, как я делаю? Я работаю 5 дней. С понедельника по пятницу включительно. В будние дни я работаю. То есть, прям выполняю задачи. У меня вот это все встречи и так далее. Суббота и воскресенье у меня выходные. Я в эти дни восстанавливаюсь. Я могу где-то что-то посмотреть, пообучаться. Я могу где-то что-то почитать. Но я стараюсь максимум времени уделить себе, своей семье, отдохнуть, решить какие-то задачи, которые не касаемо бизнеса. Какие-то личные дела и так далее. То есть, у меня вот такие вот два дня в неделю, суббота и воскресенье. Это я посвящаю вне бизнеса. И я субботу и воскресенье тоже прописываю. Тоже прописываю. Потому что единственное, там можно поменять таблички. Просто какие-то задачи или дела поставить. Там можно прописать, например, табличку отдых, табличку дела, ну и табличку обучения ставить. И я вам прям рекомендую планировать отдых. Куда вы поедете? Чем вы займетесь на выходных? Что вы будете делать в эти выходные? Как вы проведете это время? Чтобы не просто пролежать на диване, а как-то внести в свою жизнь разнообразие какое-то. Если вы так будете делать, вы очень сильно удивитесь, как ваша жизнь заиграла новыми красками. И это в свою очередь вас из этой рутины вырывает. Больше мотивации, больше вдохновения, чтобы достигать чего-то. Более весело строить бизнес и так далее. Тоже рекомендую так делать. Дела какие-то, которые вам нужно порешать, то же самое. То есть дела, отдых и обучение. Я рекомендую все-таки обучаться каждый день. То есть где-то что-то параллельно хотя бы немного послушать. Что-то почитать. Посмотреть какой-нибудь фильм, который даст вам мотивацию. Это тоже, кстати говоря, можно отнести в какой-то мере к обучению. То есть есть фильмы у меня, которые я там несколько раз даже пересматривал. Например, фильм «В погоне за счастьем». Очень сильно меня мотивирует. Очень классный фильм. Или там фильм «Основатель». Про основателя Макдональдса. Ну не про основателя, а про человека, который создал Макдональдс, который мы сегодня с вами знаем. То есть вот такие моменты тоже можно сюда записывать. То есть третий элемент. Планируйте выходные. Планируйте дела на выходные вне бизнеса. Планируйте отдых. И планируйте какие-то моменты по обучению тоже. Я также знаю, что многие люди планируют в рамках месяца, в рамках квартала, в рамках года и так далее. У меня есть некоторые заметки, что я хочу в целом сделать за этот месяц. Их можно тоже выписывать себе где-то на отдельный лист. Там на месяц, да, к примеру. Опять же у меня в ежедневнике все это есть. То есть ежедневник очень удобно сделан. Там есть по месяцам, есть по дням и так далее. Вы можете себе просто отдельный какой-то, когда вы новый месяц начинаете, если вы сами все это расчерчиваете, один лист выделить на то, чтобы какие вообще в целом цели на этот месяц. Просто прописали себе. И дальше вы уже это все внедряете в рамках планирования на неделю и на каждый день конкретно. И в этом случае, если вы будете вот так делать, у вас, во-первых, вы научитесь расставлять приоритеты. У вас каша в голове исчезнет. У вас будет на каждый день, ну условно, чек-лист, что вам нужно сегодня сделать. И вы увидите, что ваша эффективность выросла просто в десятки, наверное, раз. А может быть у кого-то и в тысячу раз. Все зависит от вашей конкретной ситуации. Продолжение следует...